как мы строили как трудности какие были первые крана не было строили хоть это строители носилками носили кирпичи на себе тачки раствор возили вот потом появился вот первый кран на площади это был построили был тут промтоварный магазин сейчас здесь банк аптека вот все знаете это на площади вот потом когда появились появился кран строителям намного конечно стало лучше легче работать уже кран кранами мы подавали прямо к месту рабочего там если каменщики работали знать вставили это в общем в это такой бачок не бачок от этих емкость с раствором клетки уже были специально клетки с кирпичом подавали все краном прямо в это на переходит к каменщик это нас дальше и берешь краном ему подставляешь это около там с ним подсобница работает вот и ну как и вот что еще сказать но наверное хватит или или можно еще что-то рассказать вот начали начала я строить школьную с мансардами которые дома это был кара это крану косина назывался это такая труба стояла на растяжках вот и подавая подавали на на там площадку строили деревянную туда подавали а там это такой этот стрела небольшая и они пришли приходил 70 это крюком под подтягивать на эту площадку я опускала им они с раствор с это с площадки с этой с этой лопатой скребут тоже тяжело было это в начале а когда краны и тогда легче было я говорю емкость это сделала и клетки в это все приспособлено было а сначала даже вот когда краны были такие клетки что краном ведешь стрелой а кирпичи на чуть не на голову падают а потом уже предплета приспособили такие клетки закрыты и все и в общем это вот так вот вот потом начали вторую улицу заводскую начали строить после гаевскую она была называлась как край 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 не улица потом когда гаевский приехал то есть когда он умер тогда улицу переименовали стала улица гаевского это директор был завода все знают наверное вот но после как это крайние улицы начали советскую здесь было чистое поле жуковской это колхоз жуковский был и постепенно это землю забирались и настроили и водка сейчас вы уже увидите как советскую супе это пятиэтажки все все это мы строили потом проезд советский вот храм построили на проезде и и это и короче потом уже вот уже строители наши все ушли на пенсию меня зовут филатова дарья видновская гимназия скажите пожалуйста а вот как изначально наш город строился как город сад что вы можете об этом сказать ну что вот был этот было у нас этот академик здесь он озеленил город озеленил этот завод как как его лемешка вот академик он он выращивал это плодовые деревья и по по всему городу вот мы мы же ходили уже по при этом после работы ходили помогали это это высаживать и за а в заводе кто кто был там сплошные это фруктовые деревья яблони насажены прямо галей а раньше когда начинали мы мы завод еще начинали строить вот я сорок восьмом году начинала завод строить и было вот наступишь в резиновых сапогах в это сначала ногу вытащишь а потом сапог вытаскиваешь потом 2 вытаскиваешь такая грязь была вот не пролазная вот так вот строили а потом вот выстроили такой красивый город озеленили все вот все все нашими трудами сделано еще вопрос зудина карина пятая школа какой из построенных вами уголков вам сегодня нравится больше всего около 5 школы я сейчас живу вот дом вдоль за вот этот длинный дом 32 на советской вот ведь ведь дети у меня тоже все живут его не говорят вот мамы мы не представляем нигде жизни кроме видного они у меня все родились в видном и и до сих пор живут все дети 5 внуков у меня все живут и два правнука живут всех видном никуда не не хотят уезжать строила я сорок девятого года весь город видное выстроила от и до пока ушла на пенсию приехали мы в сорок девятом году поселили нас во вторую школу которая была недостроена ни полов ни дверей ничего не было и нас как всяких этих бросили на полу переночевали плотники начали делать полы двери и так вот я и там начала свою жизнь трудиться сорок девятого года выстроила весь город на каком я дому только не было чего я только не делала строитель все делал от земли и до крыши и когда мы только приехали мы начали вручную строить фундаменты под дом на два с половиной метра мы в ноябре кувалдами ломами копали били землю чтобы сделать фундамент для трех четырех этажных домов выстроили выкопали фундаменты начали вручную бутить это был бутовый камень который на животике мы носили и бросали в этот в траншею и били мы кувалдами заливали раствором чтобы плотно держался фундамент на наших фундаментах и до сих пор стоят домики ни один не упал ни один не завалился вот такие наши работники мы строили все и дома и больницы и поликлиники и роддом и все и очистные и завод строили все все в наших руках скажите где я не была чего я только не делала что я только не строила все от и до я выстроила и никуда не уезжала вот наша такая работа была все именно я на видновская гимназии я в интернете читала про то что у нас городе есть немецкие дома какие какие-то немецкие дома но в других источниках утверждают то что это миф и легенда я хочу узнать правда это или нет вот теперь слушайте я вам расскажу как говорят немецкие вот я немец вы похожи я похож на немца кто бы вот еду в автобусе и на меня говорят вот садовую вот эти домики строили немцы ни одного здесь немца не было строили мы строили мы и от фундамента и до высоты эти домики назывались немецкого типа но не немцы строили это строили мы а немецкого типа на около стадиона там финские домик тоже фильмы говорили строили это не финны это домики были финские домики финского до типа домики вот это и все никаких у нас немцев не было у нас были только заключенные которые строили южную и строительную вот это были не заключенные вот и вот южные строительные забором охараживали где мы работали нас близко сюда охрана была нас близко не подпускали потому что мы проходили на беда ходили мимо там очень строго за ними следили они эти домики южные строительные были сборные щитовые я они собирались это щитовые деревянные когда они выстроили деревянные вот эти домики они уехали мы их начали облицовывать белым кирпичом силикатной вот сейчас они южные строительная их сейчас конечно ломают все они двухэтажные домики вот и вот эти домики были строены только заключенными больше никого кроме нас строителей никого здесь не было здравствуйте доронкин леонид 4 школа чтобы вы хотели ну изменить в городе видно или дополнить как изменить очень город хороший красивый никаких изменений не должно быть бочарова анна 2 школа как вышло что в городе видное сочетается так много стилей разных видов домов и в общем то это уникальный по своей архитектуре город как так получилось немецкие это по по все таки по проекту здесь был с германии приезжал уже после войны приезжал инженер и проекты он показал это же по понравились домики стали строить эти они так надо немцев тут не не было вот заключенные были такие и т.к. было у нас тут около центральной проходной огорожено то было и в это заключенные такие они с маленьким сроком вот и их привозили в это ну под охраной конечно 22 охранника с автоматами их охраняли все равно но и мы это и они это строили я я вот с ними два дома построила я занимаюсь краеведением уже в течение 20 лет впервые я к этой теме обратилась когда городу нашему исполнялся 30 лет и вот мне сегодня очень приятно в компании таких ну просто вот первооткрыватели нашего города здесь находиться и тоже бы хотелось ответить на ваши вопросы ну естественно город видно это город молодой но у него очень большая и насыщенная история ведь те места где он находится где был построен они ведут с незапамятных времен свое происхождение поэтому вы задавайте вопросы может быть еще и по тому что было раньше на месте города когда город был вот в самом начале своем так что нам бы наверное было бы очень приятно и на эти вопросы отвечать так слушаем пожалуйста пискарева софия первая школа вот у меня вопрос какой у вас стаж работы потому что вы очень много работали я я 25 лет отработала на кране а вот хочу ответить на вопрос завод заложили до войны еще это ну там еще вот это траншеи вырыты были когда война началась все законсервировали завод не стали а в сорок сорок седьмом году только начали вот завод траншеи копать фундамент и закладывать вот а это до войны его запланировали и начали опустили первую очередь пятьдесят первом году завода давыдов никита гимназия видовская у меня вопрос что было первое построено площадь или сама школьная первую школьная я уже говорила школе первую школьные вот эти с мансардами дома построил строили это школьную потом начинал начали заводскую строить первый первый дом вот где сейчас это историк культурный центр по этой сторону первый экран был на это на площади вот этот магазин построили потом привезли еще два крана стали заводскую строить и это когда заводскую построили уже тогда лемешка вот это господи гаевскую это края забыла крайне улицу вот и это спасибо молодой человек я бы еще добавить хотела по этому вопрос если вы не против ведь сначала был построен временный поселок а не тот где мы сейчас с вами живем и который вот город видно это основная часть его а все дело в том что когда было принято решение о строительстве нового газового завода так он тогда назывался это наш сейчас градообразующий московский коксогазовый завод так вот тогда вся все строительство то началось именно вокруг завода и маленькие поселки которые называли южный сахалин северный сахалин шанхай которые представляли собой но просто смешение не то что стилей а всех всевозможных жилищных построек в кавычках скажу это были землянки и полубочки и теплушки и вагончики чего только не приспосабливали рабочие под жилье потому что не хватало а иной раз даже жили и в цехах возведут коробку и уже койки туда ставят естественно жилья не хватало и вот принято решение было спустя только несколько лет после начала строительства завода о строительстве постоянного поселка и строительство его началось в 1948 году в двух-трех километрах от московского коксогазового завода поэтому сначала были построены те улицы те временные вот такие жилищные постройки которые были вокруг коксогазового завода и улицы там назывались первая линия вторая и даже восьмая линия и мне в моем раннем детстве довелось даже там жить я адрес был восьмая линия дом 10 квартира 9 вот так но время шло город рос и постепенно все те кто жил когда-то вокруг завода всех их переселяли уже в постоянное жилье и вот большое конечно спасибо надо сказать и отдать память уважение павлу федоровичу гаевском гаевскому который более 30 лет отдал руководство завода и именно при нем город стал приобретать те архитектурные черты и тот вид который мы сейчас с вами можем наблюдать особенно в его исторической части с павлом федоровичем гаевским я тоже лично была знакома только вот не посчитайте действительно было так все дело в том что он тоже жил со мной на одной улице только в соседнем доме и он часто никогда я не видел чтобы он пользовался какими-то государственными машинами он пешком ходил и часто проходя мимо дома останавливался здоровался за руку со всеми жителями и спрашивал как дела как настроение какие проблемы и надо отдать ему должное что он был очень добрый человек но очень строгий и требовательный к себе и когда расселяли последние дома на этой улице он сказал уеду только тогда когда последнему жителю выпишут ордер на получение нового жилья и он слово свое сдержал хотя он был уже тяжело болен и на новом месте ему пришлось пожить только всего два месяца и вот в том доме где он жил на улице крайне как мои коллеги уже говорили там установлена мемориальная доска в его память и улица носит имя павла федоровича гаевского а сам он если может быть кто не знает прожил долгую трудовую жизнь родился в 1905 году в непропетровской области и всю жизнь занимался строительством а во время войны он руководил работами по уничтожению тех заводов которые невозможно было перевести эвакуировать в сибирь или на дальний восток и он вот занимался ликвидацией этих заводов и однажды даже со своими товарищами ну практически попал в окружение ему просто каким-то чудом удалось спастись а после войны он руководил одним из заводов на донбассе и вот именно тогда в начале 50-х годов его и назначили директором строящегося московского коксогазов завода так что вот прожил он долгую жизнь и все кто его знал всегда с уважением относятся к его памяти и добрыми словами вспоминать том числе и я пожалуйста еще вопросы меня зовут барбашин джон видновская гимназия не вот вопрос как вам было строить в те времена без сегодняшних технологий ну тяжело но я говорю что я сразу это первый экран поставили а до этого были подъемники я рассказала какие вот так что я сначала я приехала когда в сорок восьмом году мне дали лопату и копай водка эти траншеи для фундамента потом идет это проработала я немножко на это землекопом идет главный инженер тогда у нас был стэннин химстрой он говорит а что это у вас такая девочка молоденькая и она копает канавы давайте и мне ее в курьеры меня в курьеры взяли я бегала с бумажками по заводу вопросу это не видно не вот я в этом городе живу совсем недавно меньше года мне город очень нравится он замечательным в любое время года люди здесь очень добрые и у меня вам такой интересный вопрос как бы вы прорекламировали наш город иностранцам я бы им просто одну вещь сказала бы это самый лучший город земли помните такая песня была вот это не про москву про москву тоже но и про видное видное самый лучший город земли я здесь родилась здесь живу и буду жить всю жизнь сколько отведено спасибо большое у меня к вам еще конечно вопрос давайте могли бы вы что-нибудь рассказать про усадьбу суханова да конечно усадьба суханова это то место без которого тоже наверное трудно себе представить наш город суханова находится в трех километрах от станции расторгуева и имеет тоже очень долгую историю знаменит этот монастырь свято-катеринская пустынь который там находится тем что когда-то давно а именно почти 400 лет назад здесь охотился царь алексей михайлович и дело было уже к вечеру и он велел своим приближенным готовиться на ночлег а ночью ему было видение как будто в его шатер вошла дева очень красивая но царь его сразу узнал потому что ее лики были на иконах это была святая екатерина и она ему сказала не пугайся царь я пришла к тебе с радостной вестью у тебя в москве родилась дочь поспеши туда он сразу пробудился ото сна и велел своим слугам срочно ехать так как родилась дочь слуги не поняли что откуда но по дороге в москву встретили гонца который вез эту новость царю и как то тогда и всегда случалось видение помогло назвать новую царевну ее назвали екатерина когда она стала взрослой узнала такую историю в честь своего появления на свет она решила конечно подарить иконы с изображением святой екатерины в маленькую часовню которая по велению царя была поставлена на месте вот того события когда ему во сне пришла екатерина естественно святая екатеринская пустынь переживала в течение своего длительного периода существования и хорошие моменты и печальные и трагичные там даже и убийство совершались и грабежи но несмотря на все трудности и все лишения все таки свято екатеринская пустынь выстояла особенно тяжелые моменты были в двадцатом веке когда в эпоху советской власти которая боролась с церковью с религией приходилось много терпеть лишений всем тем кто там находился пока этот монастырь совсем не закрыли и превратили сначала в колонию для малолетних преступников потом и в печально знаменитую сухановку или дачу берии как называли это политическая тюрьма потом после там был и гараж и спортзал и все-таки в 1992 году отдали свято екатеринскую пустынь верующим сейчас можно туда сходить и помолиться и на экскурсии побывать там очень любят всех кто приходит а еще это свято екатеринская пустынь а еще есть и само имение суханова где достаточно известные люди того времени жили и одними из владеет владельцами владельцами суханова были князья волконские и многие краеведы считают что там гостил даже брат известного декабриста павла петровича пестеля александр который вместе со своей семьей там находился и скрывался от возможных притеснений за участие его брата в событиях 14 декабря 1825 года суханова прославилась еще и тем что во время великой отечественной войны здесь находился госпиталь для наших солдат и офицеров которые были ранены на фронте здесь был и маленький музей который по инициативе одного из школьных учителей создали но все таки вот сейчас бы хотелось конечно чтобы суханова было открыто как музей для посетителей а там находится частный лицей но как говорится мы не распоряжаемся такими решениями но это просто одно из наших пожеланий все таки в суханова лучше приезжать на экскурсию смотреть наслаждаться природой красотой тех мест и побольше узнавать простым жителям города здравствуйте меня зовут беспалов юрий школа номер один я хотел задать вот такой вопрос кто был первый глава администрации города видно спасибо очень хороший вопрос хотелось бы не просто назвать фамилию этого человека а немножечко рассказать о предыстории как наш город получил статус города день города мы отмечаем с вами по традиции вторую вторую субботу сентября но сам указ президиума верховного совета был подписан 13 января 1965 года но мало кто знает что это была вторая попытка и на этот раз удачная присвоить видному статус города дело все в том что в 1959 году с таким же предложением о присвоении рабочему поселку видное статуса города выступили его руководители но в те времена это не получилось а причина была такая дело все в том что в 1960 году была заложена и начала строить московская автомобиль на кольцевая дорога и и ясное дело что часть ленинского района примерно половина вместе с поселком ленина который и дал название нашему району ленинский вошла в состав большой москвы в черту мкат то что осталось было очень маленьким по площади и естественно районом быть не могло да и города никакого не было а поселок рабочий поселок видное еще насчитывал мало жителей поэтому было принято решение тогда в 59 60 годах не присваивать пока никакого статуса городу вернее поселку видное и сделать такую лесопарковую зону вокруг москвы куда рабочий поселок видное и вошел а вот потом уже в 1965 году когда вторично уже было предложение внесено в президиум верховного совета о том чтобы рабочий поселок уже получил статус города вот тогда это удалось но тогда к рабочему поселку видное еще и присоединили рабочий поселок расторгуева и это дало возможность увеличить почти в два раза численность населения и статус города уже тогда присвоили и вот все это было закреплено на первой сессии видновского городского совета и тогда же в 65 году и тогда же и был избран руководитель видновского городского совета и его звали владимир георгиевич дмитриев так что вот именно можно сказать с этого человека и началась история руководства нашим городом а до этого мы считались москва в 176 почтовый ящик так назывался почтовый ящик в 176 город москва и вот у меня дети двое родились и считаются родились город москва паспорт им выдали город москва ради родились вот было до 65 года здесь город москва временный поселок где бараки были и постоянный поселок это уже вот здесь здравствуйте правда ли что на территории района были найдены поселки курганы древних людей да конечно это правда эти курганы вятичи они изучены уже давно и это уже практически всем известный факт они в торгуевской части ближе к булатникову там в основном находились да это правда семена яна видновская гимназия я хотела бы спросить о коксогазовом заводе ведь любое производство оно вредное и какие мероприятия были проведены в городе когда он строился чтобы обезопасить жителей района от выбросов ну сначала я скажу там мои коллеги может быть добавят когда выбирали место для строительства московского коксогазового завода то необходимо было учитывать несколько условий этих условий было очень много это были технические и географические и многие другие условия например чтобы рядом была река и и действительно москва река протекает в одном месте вблизи от производственных помещений мкг з чтобы был хороший подъезд к москве вернее от москвы к месту строительства чтобы много всего что надо было сделать место выбрали и вот когда выбрали место то естественно коксогазовое производство это очень вредное нужно было разместить жилые дома таким образом чтобы жители ну практически не дышали теми выхлопами которые были от завода и место для города выбирали уже с учетом роза ветров и чаще всего ветер дует в противоположную в противоположную от того места где находится наш город сторону поэтому очень мало мы чувствуем запах всяких вот коксохимических выбросов ну и к тому же сейчас уже делаются современные очистительные сооружения и на территории мкг з был еще в те далекие 50-е годы 50-е годы высажен фруктовый сад это был единственный в те времена сад яблоневый на территории вот на территории какого-то завода где яблоки не просто были но они еще возревали поэтому яблоневый сад еще давал урожай да действительно можно каждого цеха коксового цеха электростанции очень хорошие сады и вот мы когда ходили вот тогда их кушать нечего было и вот мы питались этими фруктовыми садами придешь на работу в осенью особенно сорвешь яблочки и вот и почти все это было питание потому что на видном с питанием было очень плохо работали мы работали хлеб да вода получали зарабатывали много получали мало надо было восстанавливать страну от разрухи и помогать и врачам и всем рабочие заводы получали очень мало я проработал на заводе работал тоже на стройке а проработал 33 года работала на электростанции пачигар машинистом начали но сейчас операторами считается а раньше машинистом были на стройке работала мотористкой но вначале на кранах работала на цехах бензольные и улавливание тоже сады там там запахов вообще считает запах очень сильный а мы в цехах работали и до сих пор слава богу ничего с нами не случилось дышали воздухом и пылью и работала электросолнце работала на угольном пыли приходили мы все каждый день мыли все потому что были черные все зубы только белые были рабочие вот работали я мотористка работал достройки я конечно мало 49 год работала закончила тоже вот мы работали жили с вали лентиной в одном общежитии в одной общежитии было в столовой вот сейчас кто-нибудь за эту столовую заводскую вот в этой столовой было общежитие в комнате было 60 с лишним человек и вот мы сорок девятого года с ней дружим вместе работали я работала мотористкой на раствором мешалки она работала кран пионер был стоял на электростанции я работал я работал правда проработала я всю жизнь на электростанции работала мотористка еще когда не было дома культуры завод не работал мне завода откоммунировали настройку я опять работала на стройке мотористкой растворного жилла который находился где сейчас дом культуры и и дома строю этих раствор и строили но потом меня опять завод пустили меня опять отозвали на завод потому что я закончила курсы лаборантов нас посылал не гаевский а злобин был директор завода а потом гаевский гаевский правда был даже и не скажешь каким человек звонит что-то случилось а как когда переключаясь котлы один котлёвый гасится другой чтобы работа стояла идет черный дым он звонит моя васильевна это что-то медведя хоть выпустил на улицу переключение всегда звонил чтобы натругал что-нибудь нет а вот идешь по заводу и он идет на встречу он еще издалека здравствуй как дела вот такой был человек вообще даже слов не за об него рассказать меня зовут разбирала полина я из второй школы у меня такой вопрос а действительно ли у нас городе есть бункер вот когда строились первые здания а в том числе и наша школа номер один то время было неспокойно в мире и многие такие вот объекты имели подземелье такие скажем и в нашей школе было построено такое место которое на случай чего-нибудь могло использоваться как бомбоубежище как то убежище где могли спрятаться люди от ну да да потому что сами знаете 50-е годы это были сложные для нашей страны поэтому вот такое есть бункер никакого нет как вы может быть в кино видели а вот бомбоубежище есть сейчас она у нас вот нашей школе конечно не выполнять никаких функций по назначению но она сохранилась приходите покажем скажите пожалуйста откуда пошло название нашего города город видное действительно откуда пошло а все дело в том что вот на территории того места где находится деревня опаренки все знают да если вот мы так едем в москву то по левую руку посмотреть там вот находилась в где-то в глубине леса имение которое называлось опаренки много было владельцев это имение но последним даже последней владелицей я бы рассказала была евгения александровна адлер берг она продала это имение из-за того что задолжала большую сумму денег банку ее доход имение был 500 рублей в год она должна была 39 тысяч по тем временам это были баснословные деньги и поэтому она продала за 95 тысяч и менее это в общем то может сказать она продешевела но деньги были нужны и купил это товарищество самопомощь которая по предпринимательским своим делам решила разделить на участки издавать в аренду дачникам где с лесом по 300 рублей где без леса участки по 200 рублей и всех кто снимал такие или арендовал участки назвали 200 рублевые помещики с такой иронией понимаете и вот с этого времени можно сказать все пошло уже не так как было потом когда время прошло вот все уже исчезло все рухнуло а название осталось и когда давали название поселку рабочим поселку около города ой ой около коксогазового завода вспомнили об этом и сказали давайте назовем видное и все подумали что действительно хорошее название вот так она в рабочих рассуждениях в рабочих разговорах и появилась и я думаю правильно они все-таки вспомнили это видное место видное красивое а имение было на таком пригорке так что вот оттуда пошло название ну и